Всем привет! Это канал Абдулла. Я сегодня покажу вам зелененький свой альбомчик, где у меня марки России, но еще что-то там прибавилось. И вот, смотрите, это марки 2007 года. Полный годовой набор я купил несколько лет назад, уже не помню даже когда. Красивые марочки вот такие вот. Это все 2007 год. Вот, что интересно, есть марки с зубцовкой разные, там какие-то разновидности, включает этот набор также малые листы. Там еще будут здесь, наверное, уже начнут сюда. Вот малые листы, то есть малый лист, буквально один набор, и вокруг него лист. Это называется малый лист. Сейчас в России можно даже спутать малый лист с листом, потому что они все небольшие. Тиражи марок очень маленькие. Это уже другой год. Блоки я купил. Просто, чтобы места хватило, ставил. Листы много места занимают, и вот уже пошла перемешку. Листы вообще в альбом очень трудно расставлять. Как-то надо там хитрить, чтобы все красиво получилось, но не получается красиво расставить. Только если все смешивать там, чтобы по размерам подходило. Это уже разные года пошли. Блоки я просто покупал по случаю. Что-то добавлялось. Какие-то марки. Это тоже Россия. Что-то мне дарили. Вот с конверта кто-то срезал там из родственников, подарил мне. Ну, я что, я взял. Пусть будут марки. Так, а вот это вот у меня пошли уже марки иностранные. Просто я кучами брал какие-то красивые. Мне нравились старые марки. Там какие-то или изображения, или печать, или цвет интересный. И я набрал их много. Там и персидские какие-то. Всякие монгольские там. Всяких-всяких разных стран. Вот. Вон сколько много. И австралийские тут есть. Всякие-всякие. Просто они мне понравились, что красивые. Сколько они стоят, хрен их знает. Мне они достались недорого. Да, скорее всего, они недорого и стоят. Это визит Горбачева. Федеративную республику Германии. По-моему, это единственная единственная надпись, которая на марках Горбачева хоть как-то увековечила. Это американский блок. Это немецкая. Марка это монгольская. Кстати, она у меня в детстве была. Вот тут пустые листы пошли. Я их сейчас буду заполнять марками, которые я купил. Там тоже иностранные, красивые. А вот это вот Китай. Китайские марки. Просто покупал тоже в кучах как-то. Этот набор китайский. У меня в детстве были вот эти три марки. Я настолько их хотел найти. Даже вот, по-моему, даже мне где-то я их видел, но как-то вот так вот не довелось купить, потому что там целый альбом надо было брать. А тут я нашел целый этот набор. Оказывается, он такой большой, из 18 марок. Я его с удовольствием купил. Вот и гашевый, и не гашевый. Но он стоит недорого, естественно. Просто воспоминания. У меня же, в принципе, коллекция ностальгическая. Поэтому в первую очередь, я, конечно, еще марки, которые у меня были в детстве. А это просто, там, китайские какие-то были. Я все просто китайские забрал вместе с этим, чтобы уже не разбирать от дома, просто посмотреть. Потому что это все китайские марки, которые у меня есть. Здесь у меня марки двойные. То есть эти просто я купил, ну совсем уж дешево их продавали, ну просто за гроши за какие-то. Что не купить-то? Хотя эти блоки-то стоят хоть как-то. И мало ли там, ну не то, что на обмен. Ладно, уж какой там обмен. Просто, чтобы были двойные, тоже хорошие марки. Может быть, даже доведется с кем-то и поменяться. Не знаю. В коллекционере клуб приходишь, там одни торгаши сидят. Продают, продают, продают. Начнешь с словом, давай поменяемся. Говорит, да ты что? Меняться не буду. Ну конечно, у них все есть, что им меняться-то? Вот. Так что вот так. Я бы с удовольствием поменялся. Отдал бы какие-нибудь марки, например, полный набор. Вот этот. Отдал бы вот этот набор. Этот за те наборы, которых у меня нет. У меня есть много наборов, которых у меня нет. Есть вот двойные. Хорошие. Это марки все. Не то, чтобы совсем дорогие, но они одни из самых дорогих по каталогу. Ну как одни из самых. Ну, чего-то стоят там. Какие-то там рубли уже. Не рубль два, а там, рублей 50 или 70, или 100. Все-таки уже приятно. Так. А, это Мавроди. МММ. Как-то был я на бирже, увидел, говорю, посмеялся, говорю, давайте я куплю, говорю, сколько он, говорит, там, какие-то копейки сказал, говорю, давайте один билетик возьму, пусть будет. Так и остался. Вот такой вот у меня альбом. Вот такие вот там поступления новые. Сейчас вот я буду его заполнять вот этими марками, которые купил. Ну, это история долгая, неторопливая, поэтому покажу только кусочек. Ну, вот берем, открываем. Вот я такие бумажки, просто, чтобы тяжести не таскать, беру всегда с собой, когда я еду, что-то там в марке, покупать в клуб. Вот, значит, здесь надо расставлять так. 7 левов, 5, 4, 2 и 1. То есть сначала первый. Первый номинал идет, 1 лев. Мы его берем и аккуратненько вставляем. Здесь марки большие, сюда они не влезут, поэтому их надо вставлять вот на вторую строчку. И аккуратненько вставляем. Вот. Чтобы было ровненько, аккуратненько, красиво. Я сторонник того, чтобы вставлять марки так, чтобы они были все видны полностью, чтобы ничего нигде не перекрывало в альбоме, чтобы можно было все спокойно рассмотреть. Вот. 5 марок вот такого формата. Они... Ух ты ж! Вот когда марка категорически не хочет вставляться, можно за марку туда завести, а можно лист немножко согнуть. Ну, чуть-чуть. Вот так сгибаешь, вот так вот. Вот. И появляются морщинки вот этих ленточек. и в них хорошо вставляются. Вот один наборчик ставил полностью. Теперь возьмем другой. Тут три мальчики. Если я сюда ставлю, они будут слишком близко. Поэтому я поставлю их вот так вот. по номиналу я даже не знаю. Ой, это не то. Это же не то. Ой, уже схватил, так и не ту. Вот. О, красиво. Ставил. Здесь уже одиночки идут. Я их потом расставлю. Сначала наборы. Просто кладу. Здесь, видите, наклейка немножко торчит. Вот наклейка у меня научили, что ее нужно срывать не марку от наклейки отрывать, а марку положить, а наклейку уже срывать с марки. Тогда марка не пострадает. Так, а какие тут номиналы-то у нас? Десять злотых, шесть злотых. Одна с половиной, восемь злотых, три. Тут три. Что? Три, три. А, три, пятьдесят. Ой, ой. Полторы злотых. Но это набор, наверное, большой все-таки. Полторы, три, Ну, конечно, не очень удобно мне сейчас вставлять тимарки. Я так под углом встаю, чтобы камера смотрела. Не знаю, как это все получится у меня. Так, это шесть. Ага. Три с половиной вот это вот. Ух ты, елки-палки. Шесть. Ага, ну все, вот. Гашение интересное. Есть круглые печати, есть вот такая волнистая. Вот. Ох, это восемь. Да, тогда вот так вот это сюда. Художник, когда делал напор, он эти номиналы все расставлял так, чтобы цвета гармонично шли. Ну, я так, по крайней мере, предполагаю. Поэтому, когда по номиналам все расставишь, понятно, как эта серия задумывалась. Что красный, синий, зеленый, там, темно-синий, коричневый и фиолетовый. Вот так было задумано. Ну, я так предполагаю, что эта серия неполная тоже. Так, теперь что еще? Ага, вот здесь ряд остался. Я, пожалуй, сюда вот эти вот немецкие марки ставлю, которые вот с большой инфляцией, с надпечатки. Вот просто 100 марок, видимо. Тут 200 миллионов уже написано. Без надпечатки. Тут 500 миллионов. Ох, ну и цены были. Да, аккуратненько. Марочки, конечно, надо брать пинцетом. Тут 2 миллиарда. Еще и сводены. Нет, это просто было небрежно приклеено. Марки эти уже не имеют сильной консульционной стоимости, которые вот такие вот со всякими там следами. Это уже так. Ну, мне, в принципе, без разницы. Я ностальгический коллекционер, а не барыль, которому главная цена. Вот так. Потому что есть, кто собирает, ему главная цена. То есть, цена на марку большая, для него это марка. А если маленькая, он просто готов их сразу выкинуть, без сожаления. Ну, я считаю, что это не коллекционер, а просто торгаши. Коллекционеру любая марка. Хоть она там 3 копейки стоит, хоть 3 миллиона, все равно будет дорога. Потому что это его коллекция, детище. и отношения соответствующие. Соответственно, соответствующие. Так, теперь вот эти вот марки расставлять. Тоже по номиналу надо расставить. Вот это целая серия. Все вроде. Ну, в смысле, не целая серия. То, что вот я купил, но серия 4, 14, 7, 2, 20. Ага. Вот, два лева. Так. Тут 4. Явно тут каких-то не хватает. 7, 14. Явно тут каких-то номиналов не хватает. То есть, это серия, скорее всего, большущая. Вот так. Длинненькая. Длинненькая можно сюда попробовать. Вот уголочек тут загнут. Видите, вот этот вот. Не знаю, тут будет видно. Покажу покрупнее. Вот он. Правый нижний угол загнут. Аккуратненько его попробую расправить пинцетиком вот так вот. Вот. И он уже будет покрасивее. Теперь надо ставить ее вот так вот. Придерживаю. Вставляю. Уголочек не загнулся. Вот. Вообще, марки спешки не любят. Надо все делать очень постепенно. Вот. Получилась вот такая серия. Вот так вот. Прекрасно. Так. А теперь большие марки. Поставляем. Так. Это три марки вот таких вот больших. Так. Тут номинал. Смотрите. Все по номиналу. 5 плюс 10. 5 плюс 10. 5 плюс 10. Тут номиналы одинаковые. Соответственно, как их расставлять, нужно смотреть в каталоге. Но каталог несконечно залезать лень. Где там этот каталог в интернете? Фиг его найдешь. Вот сюда вставляю так, как попало. Конечно, все уголки по возможности надо расправлять. То есть он загнут или нет? Нет. Это линейная зубцовка. И поэтому в линейной зубцовке иногда на углах получаются такие дырочки совпадают. И как будто уголок немножко подорван. На самом деле, вот эти вот марки в хорошем состоянии. Не то, что в идеальном. В хорошем. Хотя нет. Видите, тут немножко как бы сгибы какие-то есть. Да, сгибы есть, к сожалению. И наклейка. Но клей родной. Вот так. Всяно красиво получилось. Так, едем дальше. Едем дальше. Тут та одиночная марка. Куда ее пристроить, даже не знаю. Ладно, одиночную мы потом пристроим. Это тоже одиночная. Хотя, подожди-ка, это, наверное, не из этой серии-то. Может быть, даже из этой. Просто Польска 3. Нет, не похоже. Не похоже, что из этой серии. Ладно. А тут серия большущая какая-то получается. Можно поступить следующим образом. Рассортировать их по номиналам. А можно просто вставить для первости, да? А уже потом сделать перестановку. Я вот сейчас не буду их по номиналам рассортировать. Просто вставлю. Потом спокойно. Вот видите, это из другой серии оказывается. Да. царство Болгария. Царство Болгария. Трилово. Да, тут другое формуление. Не отсюда ли оно часом? Ну-ка. Да, очень похоже. Да, да, да. Здесь видите, значок одинаковый. Соответственно, это из этой серии. Хотя она и вертикально стоит. Вот когда детишки ваши, например, будут заниматься филателлией, они будут по всяким мелким признакам различать не только марки, но и все, что будут встречать в своей жизни. И им, например, что-то поддельное сучить будет практически нереально. Они сразу же найдут кучу различий. Вот. Потому что внимательность, конечно, филателлией развивается просто феноменально. Так, так, тут шесть штук влезло. Так, что у меня тут и не влезет, наверное. Пробую. Не, по семь штук если. Да, по семь штук получается надо оставлять вот так. По шесть-то не влезет. Вот. Два красивых листочка получилось. Даже, наверное, три будет. Такой альбом. небольшое пополнение получилось. Ролик, конечно, будет длиннющий, но коллекционерам будет интересно, кто марки собирает. Опаньки. Вообще, конечно, под камеру я стараюсь побыстрее, а в реальности я это делаю очень медленно переставляю марки. То есть, я себе их поправляю вот так вот не спеша выискиваешь позицию вот так вот, чтобы ровненько, чтобы хорошо. В общем, вот так два красивых листочка вставил, но остальное это я потом доставлю. Ладно. С вами был канал Миллион Абдулла. Я показал марки свои новые. Вот. Которые недавно купил совсем за недорого. Солнечный зайчик уже пошел на альбом. Марки, кстати говоря, старые. Вот старые. Некоторые боятся солнца. Если вы их поддержите, вот так вот забудете, вот так вот альбом, да, с солнышком, считайте, что марки у вас пропали, потому что буквально за несколько часов они выцветут. Поэтому надо их обязательно на солнышко прятать. Вот так. Альбом, на полочку подальше и шкафчик закрыть. Тогда марки будут свой цвет держать. Ведь не случайно некоторые марки ценятся очень высоко. именно потому, что они боятся влаги, краска и света солнечного. Поэтому очень много марок погибают от неосторожного обращения. А те, что остаются, становятся еще дороже. И так с каждым годом. Марки можно купить на сайте Filtork. Заказывайте. Ссылку я дам в описании ролика. С вами был канал Реон Амдула. Пока-пока.